Проект «Рассказ одной картины». Проект реализован в содействии с адвокатским бюро «Элекс Клявинш». Бруно Василевский. «Белая стена». 1988 год. Все художники, в каком бы стиле и жанре они ни работали, стараются отобразить в своих работах дух или форму окружающей действительности. Большинство художников делают это интуитивно, но только некоторые могут определить взаимоотношения своего творчества с внешним миром почти с математической точностью. Бруно Василевский свою художественную миссию охарактеризовал как открытие объективной реальности без видения, созданного предшествующими поколениями, школами и стилями. Его увлекает углубленное исследование реальности, когда, тщательно прорисовывая пространство и свет, за длительный период времени художнику удается воспринять нечто, что находится за пределами видимой оболочки мира. Как греческие философы, Василевский в своих работах за формой искал чистую идею. Однако, чтобы достичь ее, недостаточно только изучать предметы, но необходимо безжалостно очистить свое восприятие от наслоений мировой культуры. Василевский полагал, что мы живем как рабы своей модели мышления и визуального восприятия, которая создана уже до нас и от которой невозможно так запросто освободиться. Поэтому главным в творчестве он считал непосредственно установление своего контакта с объективной реальностью без посредничества и без какого-либо другого полученного видения. Работы у Василевского появлялись на свет долго и тяжело. В год он завершал только две работы. Он создавал для картин графические заготовки, продолжительно перерисовывал отдельные фрагменты, стремясь к задуманному совершенству. Поясняя методы своей работы, художник рассказывал, «К картине я приближаюсь как бы с двух сторон – с чисто абстрактной, которой подчинен отбор мотивов, композиция и выбор колорита, и с реалистичной, реализуя абстрактную схему конкретностью структуры». Белая стена также следует этому принципу. Она ни в коем мере не является родственницей суперматизма Малевича, а отражает духовный путь, который прошел художник в направлении дематериализации предметов. На этой картине, в отличие от типичных для Василевского натюрмортов, пропали книги, паспорта, стаканы и другие предметы, которые всегда находились на поверхности стола из орехового дерева. Впрочем, стол тоже пропал, а вместе с ним пропали последние контрасты светотени. В пространстве больше ничего нет, только чистый дневной свет и белая стена, которая, вибрируя, содержит в себе все краски мира и потенциал создания форм.